Каждому ребёнку нужны и дом, и семья. Детям с особенностями тоже. Сегодня в нашей стране налажена система усыновления с психологической подготовкой и поддержкой. Но если ребёнок болен, усыновитель должен быть готов к этому. Если родитель решается на том, чтобы принять и усыновить ребёнка в семью именно с инвалидностью, важно что? Важно понимать и осознанно принимать те ответственности и задачи, которые лягут на него. Безусловно, это больше, чем ребёнок с нормой. Это и если есть некоторые заболевания, которые требуют регулярных или долгосрочных госпитализаций. И поэтому нужно изучить полностью историю болезни ребёнка. Семье надо понимать, что для госпитализации или реабилитации усыновлённого ребёнка им придётся пересмотреть свои жизненные планы. Важно, чтобы приёмная семья была полной и ребёнок не разрушил отношения родителей. Нужно прямо осознавать и, грубо говоря, планировать дальнейшие действия на год, на полтора, на два. Многие дети нуждаются в длительных и неоднократных операциях, особенно с пороками сердца. Но при этом эти дети также прекрасно дают частичку своей любви и добра и внесут в эту семью. Просто нужно осознавать, можно обратиться к нам в счастье жить. У нас есть группы родителей по интересам условно. Есть с сахарным диабетом, помогут, подскажут. Есть с эпилепсией, есть с другими более редкими заболеваниями. В общественной организации «Счастье жить» есть родительская приёмная, где дежурит юрист-консультант. Он расскажет о правах родителей, льготах для ребёнка-инвалида, возможностях реабилитации, квотах на санаторно-курортное лечение. И родителю это правда важно знать. Любая семья, это просто я сама это прошла, даже хорошо обеспеченная, не сможет без поддержки государства поставить на ноги ребёнка с инвалидностью. Поэтому нужно знать об этих всех возможностях, их максимально использовать во благо ребёнка, но и планировать весь быт семьи в зависимости от новых вводных. В Доме счастья жить есть разные занятия для детей-инвалидов. Познакомиться с ними и записаться можно на сайте организации.